так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня у нас опять на собиралась энное количество разных вопросов которые я сейчас буду зачитывать если вы не поняли и так начнем с первое письмо у нас от серёги серёга значит тёзка да можно одновременно принимать и гейнер и протеин и креатин и bca конечно же можно никакой реакции между ними негативной не будет так что в принципе ну как бы это всего лишь добавки это же блин не алкоголь с антибиотиками мешать поэтому еще как можно так следующий у нас игорь здравствуйте скажите пожалуйста после приема курса панадола соло курс панадола нужно проходить пкт первый раз на курсе заранее спасибо чё-то я не понял так а вот да игорь опять пишет я извиняюсь да на бол в голове одно опишу другое да на болт значит пкт после даника так ну блин если курс короткий был 6 недель там примерно до 4 6 недель надо на более тем более даже если бы был про пионата в принципе после такого курса пкт делать не надо все и так самого становится вот и блин есть пока ты имеет смысл делать только если у тебя курсы длиннее 8 недель вот тогда да ну или 8 недель тогда есть смысл делать пока ты а так после шестинедельного курса так а тут же шею пусть проходить короче сколько он там недель писал вернее не писал вот поэтому это у нас тайна покрытая мраком ну да короче я уже сказал после короткого курса пока ты делать не надо поэтому можешь игорек даже не переживать ничего не будет все восстановится александр пишет можно ли принимать перед тренинг один раз в день глюкозу в таблетках для энергии сколько штук за раз блин от этой глюкозы туда александр как мертвому припадке то есть ну это блин просто углевод тут же самый сахар возьмись ешь вот тебе как бы глюкозу получишь так что ну ладно я сижу так сильно хочешь то блин две три таблеточки за раз можешь принять но толку от этого не будет вообще поэтому глюкозу обычно насколько помню жрут если есть проблемы с ацетоном и при гипогликемии тогда глюкозу жрут она тогда помогает говорят так пишет нам я можно ли на пока ты принимать спортпит конечно можно и не только на пока ты вообще как бы есть у тебя допустим нехватка белка в организме нет белка не так в рационе то есть они в организме то стоит добавить протеин потому что как бы ну белок он нужен протеин сюда блин собля в орле пересохла прилипла глотки прям вот короче есть у тебя не хватает белка в рационе то протеин тебе прописан то есть обязательно надо принимать но если ты хочешь массу набрать туда гейнер поднимай так что ничего плохого там вижу наоборот даже положительно экспорт питу отношусь пишет нам саша начал курс пропианат соло вколол 100 миллиграмм то есть одну ампулу но после инъекции я ничего не почувствовал подскажите пожалуйста после некий какие эффекты наблюдаются как понять что препарат вообще работает купил балкан а балкановского пропианата это тебе что сыворотка халка или еще я не понял блин там принял одну ампулу и тут же тебя расперло сразу там через пять секунд прям такой стал как весь зеленый синий красный там фиолетовый еще какой-нибудь судакенными мышцами и короче пипец прям весь мощный это так не работает саша для того чтобы пропианат начал работать чтобы его почувствовать он прибавляет энергию силы весь такой становится ух прям энергетический энергетический монстр где-то в течение недели нужно ждать эффект то есть он не сразу работает вообще у самого пропианата пилу период полураспада по моему одни сутки сутки двое там не больше так что так быстро он не работает так пишет нам евгений здравствуйте если дома заниматься периодически эспандером универсальным тот быца хорошего качества будет просто масты хоть немного спасибо ой как они блин этот самый не будет никакого тебе прироста массы бца но это блин вообще бы незаменимая аминокислот они как бы нужны но ждать от них какого-то эффекта там пред анаболического такого же ты там принял дозу и все начал заниматься тебя начала там распирать и такой школу быца ничего себе не будет такого это просто добавка как пивные дрожжи ничего особенного так это чё опять евгений пишет здравствуйте мне 34 175 56 килограмм вес плохо с набором веса хотел спросить четырехразовое питание нормально в день давно военкомате сказали что мышечная дистрофия какие продукты лучше есть и что и что на ночь спасибо для того чтобы евгений массу набирать нужно много жрать а для этого нужно есть минимум 4000 калорий в сутки иначе толку не будет потому что я вам знаю там некоторые жрут блин с профицитом типа то у меня аж профицитом аж 200 калорий типа как выше нормы там нормально чтобы жиром типа не зарастать и сидит меня задал быть почему у меня масса не растет у тебя и не растет что не жрешь никогда ну а ты так что жрать надо много следующий у нас пишет таня здравствуйте начала делать комплексы комплекс ягодиц и грудь пресс после первого же занятия очень сильно начал болеть пресс а спустя несколько дней обнаружила у себя на животе слой жира да неужели в два раза больше чем был почему так и что с этим делать у прям он такую раз и появился блин два сантиметра жира или они в два раза больше жира она же не уточнила сколько там сантиметров жира у нее то есть два раза больше так по щелчку пальца то есть в общем тренировки виновата долбаные фитнес и блин эти у меня из-за вас жир народ в два раза больше на животе чем положено вообще а сука у нее до этого бы хрен она не уточнила сколько сантиметров неизвестно короче таня тренировки здесь явно ни при чем стоит задуматься тебе танюша так поехали дальше пишет нам тима читал читал то креатин не действуешь а что креатин не действует на опытных спортсменов то нет смысла принимать кретин после года тренировки что вы об этом думаете что за вот они же где-то это читает вот стопудово где-то начитался а ну да уж написал читал эту плюкаешь конечно же он начитался всяких идиотов что креатин типа не работает на опытных спортсменов да все он там работает просто блин нужно определить для себя дозировку рабочую для кого-то 5 грамм нормально для кого-то блин это мало и ну и надо принимать там 15-20 грамм в сутки поэтому определи дозировку определи можно только опытным путем то есть начни с пяти и постепенно повышая на 5 грамм там я не знаю в течение недели дошел там до 20 почувствовал что уже так ух работает и водичкой там подливать начало и как бы энергии прибавилось и силовые такие подросли значит работает нормально так тогда и оставляй так игорь пишет с курса тест пропик турики балдном на 8 недель какую мышечную массу можно будет набрать с водой или без никакого откат на курсе и гореть и чё ванга может не еще на картах тебе погадать блин там я не знаю на протеиновой гуще сколько ты там массы наберешь блин там шар шара стеклянного у мне нету к сожалению поэтому извини я результата не предсказываю так следующий нам пишет роман добрый день я еще новичок я уже выбрал себе программу пошел в зал и тут меня ждала одна неприятность снизу над упражнением есть цифры я не могу понять что они означают количество подходов или то сколько раз нужно делать это упражнение например подтягивания 8 12 максимум что означают эти цифры или еще тяга ринстального блока помогите пожалуйста романа описание к программе почитать как-то слабо или чё блин я фиг его знает они считают книгу вижу видит фигу или как читает книгу как радио слушают или ну а я так понимаю вообще не читал описание программе то есть если вы не поняли то у нас на сайте есть программа тренировок там есть сверху описание чё и как делать и зачем соответственно столько подходов сколько повторений сама программа и внизу еще дальше дополнение к ней то есть они это не считают то есть 8 12 15 плюс это означает 8 12 повторений там программе написаны кстати я помню это на массу делать а 15 плюс это на рельеф поэтому читай внимательно описание что за мода пошла или это типа блин нахрена нам инструкции так разберемся так следующий на пишет игорь здравствуйте подскажите пожалуйста у меня генотип эндоморф ты ты чё в натуре у нас такой умный генотип эндоморф я после часовой силовой тренировки в тренажерном зале с тренером сутки чувствую усталость может мне сделать анализ на ген а ctn3 и мышечная активность ты знаешь я тебе открою один секрет все после тренировки чувствуют усталость хочется спать немножко отдохнуть восстановить силы поэтому это нормально можешь не переживать вообще плену круче анализа несутся бегут делать игорь а при обрезании углю я не спец по обрезаниям игорь а при обрезании а углеводов можно ли немного поднять потребление белка на сушке спасибо но если ты хочешь заменить углеводы белками тогда да а если тебе надо урезать калорийность тогда нет тогда просто урезаешь углеводы и все и не добавляешь белок и ничего с тобой не случится ну да паре офисе там похудеешь понятное дело но как бы ничего такого не произойдет ужасного так что погнали дальше ничего а все уже письма-то закончились все закончилась веселье на сегодня вот такие у нас письма были будем ждать и дальше порцию интересных вопросов от наших пользователей я на них конечно же буду отвечать а сегодня все так что пока